17 мая в международном выставочном комплексе Казань-Экспо прошел ряд мероприятий Казанского Федерального Университета. Вначале состоялась панельная сессия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Казанского Федерального Университета «Актуальные вопросы развития сотрудничества России со странами Организации Исламского Сотрудничества в области науки и высшего образования в условиях многополярного миропорядка». Ее проведение направлено на определение и обсуждение основных направлений развития сотрудничества России со странами Исламского мира в области науки и высшего образования в условиях многополярного миропорядка. С отчетным докладом выступил Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям вуза. Пожалуй, одной из отличительных сторон университета является обширная география международных связей. У нас уже есть история взаимоотношений неплохая, то есть мы отправляем туда студентов для практики персидского языка. У нас есть совместные публикации с этим университетом по Фарси, по истории Ирана. У нас также буквально в июне прошлого года был открыт совместный центр по тестированию русского языка. В завершении панельной сессии состоялось подписание соглашения между представителями Казанского федерального университета и университета имени Аламета Батабаи Республики Иран. Ректор Казанского университета Ленар Сафин и президент университета имени Аламета Батабаи Абдалама Тамеди подкрепили договор крепким рукопожатием. Напомним, что 15 мая стороны уже встретились в рамках форума «Россия и Исламский мир» Казанфорум-2024. Сегодня соглашение связано с академическим обменом. Мы надеемся, что в скором времени мы будем принимать студентов, молодых ученых из университета Аламета Батабаи. У нас уже есть договоренности по этому году, что мы проведем круглые столы, посвященные российско-иранским взаимоотношениям. Как раз соглашение было об этом, то есть о следующем этапе нашего сотрудничества. Далее прошла еще одна панельная сессия, направленная на поиски новых возможностей научной и академической мобильности между Россией и странами Организации исламского сотрудничества. В рамках заседания с докладом выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Он отметил, что Казанский федеральный университет активно сотрудничает с исламскими странами и является ведущим вузом России по глубокому изучению Востока и мусульманского мира. В настоящее время в вузе обучается практически 12 тысяч иностранных студентов, из которых более 9 тысяч из стран ОИС. Также Дмитрий Таюрский подчеркнул важность развития двусторонней мобильности между КФУ и Академическим центром стран исламского мира. В ходе программы «Приоритет-2030» стартует программа «Лобачевский», в рамках которой ученые со всего мира смогут поработать в лабораториях Казанского федерального университета. Программа рабочего визита ученых будет длиться от 6 до 12 месяцев. Также, как и после панельной сессии актуальные вопросы развития сотрудничества России со странами ОИС в области науки и высшего образования в условиях многополярного миропорядка, после заседания на тему «Новые возможности научной и академической мобильности России ОИС» состоялось подписание соглашения о создании консорциума в сфере академической мобильности со странами ОИС. В сторону Казанского федерального университета представил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. В завершении насыщенного обсуждениями наукой дня состоялось закрытие фестиваля восточных культур. Здесь Институт международных отношений Казанского федерального университета представил выставку еменского художника «Арабский мир». Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.